Банда фантомасов грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город «Преступная Россия» и силовые структуры. Полночь одна. 11 марта 2020 года «Блестящие стволы» банда фантомасов грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город. Кадр. Телесериал «Однажды в Ростове». 45 лет назад в Ростовской области расстреляли участников банды фантомасов одной из самых известных в СССР. Пять лет с 1968 по 1973 год она совершала налеты на банке и магазины и держала в страхе Ростов-на-Дону. Бандиты конструировали и изготавливали уникальное оружие, тщательно планировали нападение и скрывали лица под масками. Из-за этих аксессуаров их и прозвали фантомосами по имени героя известного французского фильма про злодеев маски, популярного в те годы. Бандиты стали городской легендой Ростова-на-Дону, про них писали книги, снимали фильмы и сериалы. Следы фантомосов можно найти и в учебниках по криминалистике. Историю главной банды Советского Союза изучил корреспондент ленты.ру Игорь Надеждин. Он за четыре часа нарисовал купюру. Второе название банды фантомосов – банда «Братьев Толстопятовых». При этом ее лидером был младший Вячеслав его брат Владимир хоть и был на 14 лет старше, но полностью ему подчинялся. Родившийся в 1940 году в селе Сельцо Брянского района Вячеслав с раннего детства увлекался рисованием и черчением. И настолько в этом преуспел, что в 15-летнем возрасте карандашами и акварелью начал рисовать купюры достоинством 50 и 100 рублей. Да такие, что отличить от настоящих их было нельзя. Дело было до денежной реформы 1961 года, когда сложных систем защиты государственных казначейских билетов еще не существовало, а водяные знаки Толстопятов-младший прорисовывал качественно. По его собственным показаниям, на нарисованные деньги он покупал вину, но бутылку выбрасывал в кусты, а вот сдачу, полученную настоящими деньгами, тратил на себя, покупал книжки, краски и сладости. Став постарше, Вячеслав начал тратить деньги на такси и в какой-то момент обратил внимание, что водители сложенную купюру не разворачивают. Это его и подвело, он стал рисовать деньги только с одной стороны. Но 23 февраля 1960 года таксист развернул купюру Толстопятова и обнаружил оборотную сторону действенно чистой. Вячеслав признался во всем сразу. На следственном эксперименте, используя лишь цветные карандаши, акварельные краски, клей БФ-2, циркуль, линейку и лезвие, он за 4 часа нарисовал абсолютно точную копию 100-рублевой купюры. Мы все охнули. Анатолий Грановский. Следователь по первому делу Вячеслава Толстопятова. Вячеслав Толстопятов. Фото, из материалов уголовного дела. 1-2. Вячеслава осудили на 4 года в колонии общего режима невиданно мягкий срок для фальшивомонетчика. Ему вменили только подделки 1960 года 17 купюр до в стоинством 100 рублей и 15 купюр по 25 рублей, большую часть из которых он сбыл в торговых точках Ростова-на-Дону и шофером такси. Оружейники из-под поля. Попав за решетку, Толстопятов пересмотрел свои приоритеты, но не в пользу законопослушной жизни. Уже в колонии на хуторе сухой он стал говорить, что деньги больше рисовать не будет. Он, Толстопятов, говорил, что сделает автомат, найдет себе других парней с оружием и будет грабить кассы. Леонид Плоксин Бывший сокомерник Вячеслава Толстопятова Тот же Плоксин расскажет следователям, что перед отбоем Вячеслав делал какие-то чертежи, которые старался никому не показывать. 24 февраля 1964 года Толстопятов освободился и вернулся в Ростов-на-Дону, где в первый же день сообщил старшему брату Владимиру, что создаст банду. Из материалов уголовного дела фабула обвинительного заключения Самодельное оружие банды фантомосов Фото, Игорь Надеждин 1.4 В 1965 году Вячеслав Толстопятов разработал первый автомат собственной конструкции Название он так и не получил. Отличительной его особенностью стал переломный ствол. Он откидывался на шарнире вверх, почти в два раза сокращая общую длину оружия, и приводился в боевое положение за пару секунд. Благодаря этому автомат можно было незаметно носить под одеждой или в сумках. Позже эксперты КГБ и МВД СССР отметят, что аналогов у оружия Толстопятовых в мировой практике нет, а некоторые идеи бандитов представляют особый интерес. Именно на это указывали адвокаты, пытаясь спасти фантомосов от расстрела. Мол, они талантливые самородки и могут принести реальную пользу обороноспособности Советского Союза. Стрелковый клуб. Детали для своего оружия братья Толстопятовы заказывали своим приятелям, работающим на оборонных предприятиях Ростова-на-Дону, в первую очередь на Лигмаше, заводе легкого машиностроения, и приборе, производившем радиоэлектронику для нужд ВМФ СССР. Чертежи оружия банды фантомосов. Фото, Игорь Надеждин. 1.6. Таким образом были изготовлены все составные части кроме стволов. Их Толстопятовы мастерили сами из заводских винтовок ТОС-8, в те годы мелкашки можно было относительно свободно купить в спортивных магазинах. Более того, Вячеслав устроился работать художником в автотранспортное предприятие номер 3, АТХ-3, Ростова-на-Дону, где очень быстро создал и возглавил стрелково-спортивную секцию, которой успешно руководил несколько лет. Это обеспечило Толстопятову доступ к патронам стандартным 5,6-мм спортивно-промысловым патронам центрального боя, под которые братья разработали собственное автоматическое оружие. Позже следователи установят, что Вячеслав Толстопятов похитил из секции 14 пачек патронов 700 штук. В частном доме на Пирамидной улице братья оборудовали мастерскую, часть одной из комнат отгородили фальшивой стеной, в середине которой висела зеркало-дверь, запирающаяся особым образом. Там они собирали оружие, доводили его до совершенства и испытывали, стреляя в книги и в листы железа. В той же комнате Толстопятовы делали взрывчатку для самодельных гранат, смешивая охотничий порох с алюминиевой пудрой. Славные парни! Еще в колонии на хуторе Сухой Вячеслав Толстопятов познакомился и сдружился с Сергеем Самосюком 1942 года рождения, который отбывал наказание за хулиганство. Они быстро договорились о будущих совместных преступлениях, нападениях на инкассаторов и кассиров. Самосюк после колонии перебрался в Ростов-на-Дону, где при помощи Толстопятова-младшего приобрел квартиру совершенно невероятное по советским меркам событие. Еще одним участником банды стал друг детства Толстопятова-младшего Владимир Горшков. Они вместе росли, далились самыми заветными мечтами и секретами и, по некоторым данным, вместе реализовывали фальшивые деньги и тратили сдачу. Ранее несудимый Горшков с радостью присоединился к банде. На все приготовления у Толстопятовых ушли четыре долгие года. К октябрю 1968 в арсенале банды было четыре самодельных семизарядных револьвера и три автомата кустарного производства, а также значительный запас патронов. Бандиты изготовили темные маски, приобрели солнцезащитные очки и веревку для связывания людей и даже наметили несколько весьма привлекательных целей. Каждый из участников банды осознавал, что нападения будут совершаться на государственные объекты и что в случае сопротивления или попытки задержания им предстоит стрелять в любых лиц, которые станут представлять для них опасность. Следователи по делу банды братьев Толстопятовых Роли исполняли За четыре подготовительных года Толстопятовы Самосюк и Горшков разработали два основных плана преступлений весьма дерзкие по замыслу и еще более дерзкие по исполнению. Они назывались незамысловато, первый вариант и второй вариант. Но эти кодовые слова позволяли спокойно обсуждать преступления в присутствии посторонних, не привлекая лишнего внимания. По первому варианту один из участников банды останавливает машину в центре Ростова-на-Дону и просит отвезти его в район зоопарка или другого пункта на северо-западе города. Там Фантомас якобы случайно замечает друзей и просит подвезти их тоже. Все бандиты садятся в машину, а по пути нападают на водителя. Его связывают и кладут в багажник, а на захваченном автомобиле едут к месту преступления. За рулем находится Вячеслав Толстопятов, а Самосюк и Горшков осуществляют само нападение. После машину бросают в любом удобном месте, не освобождая водителя из багажника. Второй вариант банды был еще проще – захват машины, на который привезли деньги в кассу предприятия или в отделение банка. Машину захватывали одновременно с захватом денег или сразу после него. Роль Владимира Толстопятого, старшего из братьев, не менялась – сразу после нападения он должен был подъехать на место преступления и внимательно наблюдать под видом зевапи за действиями сотрудников милиции и населения. Позже на основании данных разведчика-бандиты разбирали допущенные ими ошибки и упущения, а также разрабатывали методы сокрытия следов преступлений. Попытка номер один Первым делом Фантомасов стало нападение на Ростовское областное отделение Государственного банка СССР на проспекте Соколова. В те годы зарплаты кассирам предприятий выдавали именно в областных конторах Газбанка, причем в одно и то же время с 6 по 12 число между 10 часов и 13 часов. Вход в операционный зал был свободным. Этим и воспользовались Фантомасы. Каждый из участников банды за эти годы побывал в зале в дни выдачи зарплат и внимательно наблюдал за получавшими деньги кассирами и их охранниками. Дом Вячеслава Толстого пятого на Пирамидной улице. Фото. Музей ГУМВД России Паро. 1-2. К полудню Вячеслав Толстого пятого, Сергей Самосюк и Владимир Горшков приехали к конторе Газбанка. Действуя по первому варианту, они остановили Волгу и попросили ее водителя Тайрона Арутюнова подвезти их к стадиону Ростсельмаш. В районе Магнитогорского переулка Фантомасы достали оружие и попытались захватить машину, но Арутюнов успел выскочить, перебежал на другую сторону улицы и стал громко звать на помощь. Тогда Вячеслав Толстого пятого сел за руль Волги и быстро скрылся вместе с сообщниками. Фантомасы бросили машину вблизи дома актера на улице Максима Горького и тем же вечером провели разбор произошедшего. Они пришли к выводу, что их подвела случайность непредвиденное поведение водителя Арутюнова. Утром на следующий день, 8 октября, Вячеслав Толстого пятого съездил во двор дома актеров и обнаружил, что Волга по-прежнему стоит на том же самом месте. Тогда он из телефона автомата позвонил в милицию и рассказал дежурному, где стоит автомобиль, а также сообщил, что это был дружеский розыгрыш, а водитель испугался водяного пистолетика. Машину вернули часовому заводу, которому она принадлежала, в исправном состоянии, и уголовное дело было прекращено. Только после задержания банды Фантомасов в 1973 году этот материал подняли из архива. Самодельные гранаты и запал банды Фантомасов в учебном классе с УСКР по Ростовской области. Фото, Игорь Надеждин. Евгений сразу согласился за долю малую, но обговорил, что будет сидеть на заднем сидении со связанными руками. И потом расскажет милиции, что машину якобы захватила группа неизвестных, при этом назовет вымышленные приметы. Следуя этому сценарию, Фантомасы подъехали к конторе Газбанка и ждали почти 40 минут. Из дверей все время выходили кассиры с небольшими сумками, и это свидетельствовало, что денег они берут мало. Мы ждали большую сумму. Вячеслав Толстопятов. Лидер банды Фантомасов. Только перед самым обедом из дверей вышла кассир с большим холщовым мешком. Участники банды приготовились к нападению, но тут к женщине подъехал ГАЗ-51 и она села в кабину. Толстопятов за рулем москвича поехал за грузовиком. Фантомасы быстро перестроились и решили нападать на машину в тот момент, когда она подъедет к предприятию, какому они не знали. Но грузовик, ехавший по улице Козлова, повернул в переулок Островского, где, грубо нарушая правила дорожного движения, свернул к воротам обувной фабрики имени Анастаса Микояну. Толстопятов, не ожидавший такой наглости, несколько замешкался, и когда москвич подъехал к ГАЗ-51, ворота фабрики уже открылись и грузовик двинулся внутрь. Фантомасы вновь остались ни с чем. В 1974 году их сообщник с Рыбной получит 4 года в колонии усиленного режима за то, что одолжил приятелям свой автомобиль. Что вы боитесь, сейчас мы им дадим. После двух сорвавшихся нападений Фантомасы решили вместо конторы Газбанка попытаться напасть на магазин. Выбор пал на гастроном номер 46 на Казахстанской улице в поселке Мирный, часть города Ростов-на-Дону. Магазин был удобно расположен с точки зрения и нападения, и путей отхода. Несколько дней Фантомасы проводили разведку, каждый из них побывал у магазина, заходил внутрь и осматривался. Выяснили они и время приезда инкассаторов ежедневно между 19 часов и 20 часов. Поэтому нападать бандита решили в 18.30. 21 октября Вячеслав Толстопятов попросил Бориса Овчинникова коллегу из АТХ-3 перевезти личные вещи на закрепленном за ним грузовике ГАЗ-51. К 18 часам Овчинников подъехал на улицу Павленька. Фантомасы сели в машину, и все вместе поехали в поселок Мирный. Овчинникова попросили подождать на параллельной улице, а Вячеслав Толстопятов, Сергей Самосюк и Владимир Горшков пошли к магазину. Схема первого удачного преступления банды Фантомасов. Фото из материалов уголовного дела. Покупатели бросились в рассыпную, огибая налетчиков, а вот кассир не растерялась. Она спрятала основную выручку, более 6 тысяч рублей, в железный ящик, а ключ выбросила. Добычей налетчиков стали 526 рублей деньги, оставшиеся в кассовых аппаратах и примерно равные трем зарплатам рабочего. Из материалов уголовного дела показания свидетеля Виктора Майдкина, шлифовщика завода «Прибор». После аванса с товарищем пошел в магазин взять вина. Когда мы подходили к магазину, то увидели, что оттуда выбегают покупатели с криками «Преступники!» «Грабят», я отбежал за угол магазина, где столкнулся с военнослужащим офицером. Я предложил ему задержать преступников, но он отказался, сказав, что у него нет оружия. Тогда я вновь вышел из-за угла и увидел, что преступники вышли из магазина и идут к газетному киоску, за которым я прятался. На лицах их были маски в виде сеток крупного плетения. В это время мимо меня прошел пожилой мужчина. В руке у него была палка или металлический пруд. Он сказал, что вы боитесь, сейчас мы им дадим. Вероятно, он собирался догнать и ударить преступников. Когда от этого мужчины до преступников оставалось примерно 3-4 метра, один из преступников обернулся, увидел догонявшего и выстрелом из пистолета ранил его. Фантомасов пытался остановить ветеран Великой Отечественной войны Гури Чумаков. Он бросился на бандитов с обрезком водопроводной трубы, но Вячеслав Толстопятов застрелил его. В Чумаково попали 4 пули. Они прошли сквозь руку и вошли в тело. Одна попала в сердце, вторая и третья в легкие, а четвертая в мочевой пузырь. Ветеран упал, а Фантомасы побежали к машине Овчинникова, который отвез их к дому Толстопятова под предлогом, мол, перевозка личных вещей отменилась. Он рассказал о нападении и потерял сознание. Налетчики, пересчитав деньги, остались крайне недовольны небольшой суммой, и сразу задумали новое преступление опять по первому варианту. 5 ноября около 20 часов Толстопятов и Самосюк на улице Текучевы возле центральной районной больницы решили захватить легковой автомобиль. Для маскировки они надели очки с простыми стеклами. Каждый взял по самодельному пистолету. Владимир Толстопятов. Фото, из материалов уголовного дела. Раненый Арутюнов, увидев приближающийся трамвай, резко вывернул руль влево и нажал на педаль тормоза. Трамвай, чтобы избежать ДТП, остановился, из него выбежали люди и Самосюк с Толстопятовым вынуждены были отойти от машины. Самосюк сразу побежал к ограде ЦРБ и перелезть через нее, а Толстопятов еще несколько минут наблюдал за людьми, и только потом скрылся с места преступления. Арутюнов, чувствуя, что тяжело ранен, на своей машине подъехал к Кировскому райотделу милиции, где коротко рассказал о нападении дежурному, после чего потерял сознание и был госпитализирован. Уголовное дело по этому преступлению банды много лет оставалось нераскрытым. Одна из пуль, выпущенных в Арутюнова, прошла насквозь, а вторую во время операции хирурги извлечь не сумели. Поэтому даже после задержания фантомосов доказать их причастность к нападению на водителя сразу не удалось. Только когда Самосюк, надеясь на послабление, стал давать подробные показания, расстрела Арутюнова добавили к делам фантомосов бандитское благородство. 26 ноября 1968 года фантомосы совершили нападение на кассира Адхпятянну Матвееву. Рано утром все четверо бандитов собрались в квартире Вячеслава Толстопятова. Действовать решили по первому варианту. Горшков отправился искать машину, а Самосюк и Толстопятов поехали на Зоологическую улицу. Туда должен был подъехать Горшков вместе с водителем. День выбрали не случайно. Это было время аванса во всех Адхгорода, о чем Толстопятов хорошо знал. Горшков тормознул газа 69-я ростовского радиотехникума и попросил отвезти его к полигону Ростовского инженерно-строительного института. Когда машина поезжала мимо зоопарка, Горшков как бы случайно заметил своих товарищей и попросил подбросить еще и их. Ничего не подозревающий водитель Валентин Кушнарев согласился и Самосюк с Толстопятовым сели на заднее сидение. По дороге фантомосы напали на водителя, вытащили его из машины, связали и посадили на заднее сидение. Толстопятов сел за руль, рядом с ним Горшков, а Самосюк устроился на заднем сиденье рядом с захваченным шофером. Фантомосы подъехали на проспект Соколова, к областной конторе Газбанка, но никого подходящего не заметили. Все выходившие из конторы были либо с маленькими пакетами, либо в сопровождении двух-трех крепких мужчин. Опознавательные таблицы ростовского УВД, люди, схожие с участниками банды фантомосов. Фото, из материалов уголовного дела. 1.4. Долго стоять в центре города на захваченной машине бандиты не рискнули и 10 минут спустя поехали на улицу Козлова, к Октябрьскому районному отделению Газбанка. К зданию филиала они подъехали в 12.30 и как раз в это время кассира Анна Матвеева вышла из дверей и направилась к ожидавшему ее самосвалу МАЗ-555. В хозяйственной сумке она несла 2,7 тысячи рублей казенных денег, а также 44 личных рубля и паспорт. Когда Матвеева подошла к самосвалу, приехавшему за ней, Горшков и Самосюк подскочили к кассиру. Самосюк выстрелил под ноги кассиру, а Горшков вырвал у нее сумку с деньгами, и фантомосы скрылись. Позже, в переулке Островского, они выкинули из машины водителя Кушинарева. Он сразу же пошел в милицию, а ГАЗ-69-я бросили во дворе школы номер 70 на улице Гайдара. В тот же вечер налетчики пересчитали похищенные деньги и поняли, что 44 рубля явно лишнее и, очевидно, были личными деньгами кассира, брошенный фантомосами ГАЗ-69А. Фото из материалов уголовного дела. По паспорту они определили адрес Анны Матвеевой и поздно вечером 27 ноября подкинули сумку к ее двери, в ней лежали все личные вещи кассира и 75 рублей наличными. Эту сумку рано утром 28 ноября нашли соседи и передали кассиру, а та сразу отнесла ее в милицию. Так сумка Матвеевой стала вещественным доказательством. Не может быть, инкассаторов не было. В конце декабря 1968 года фантомосы решили напасть вновь на этот раз на мебельный магазин на улице Мечникова. В конце года в СССР гнали план, и в розницу поступали дефицитные товары, на которые записывались. А перед Новым годом рабочим выдавали премии 13 зарплату, так что выручка магазинов в последние дни года часто в несколько раз превышала среднедневную. С середины месяца участники банды наблюдали за мебельным магазином, выясняя особенности расположения и время инкассации. Решили, что нападение совершат в 18.30 за полчаса до прибытия инкассаторов, когда всю выручку уже подготовят к передаче. 29 декабря в 18 часов Толстопятов, Горшков и Самосюк приехали с оружием, но их ждало серьезное разочарование. Внутри магазина собрались несколько десятков покупателей. Маска одного из участников банды фантомосов. Фото – музей ГУМВД «Россия Паро». Толстопятов остался у входа в магазин, Горшков встал в центре торгового зала, а Самосюк подошел к кассиру. Сопротивления им никто не оказывал, лишь кассир попыталась спасти деньги. Она заявила, что инкассаторы только что забрали выручку. На это Самосюк ответил «Не может быть, инкассаторов не было». И, угрожая пистолетом, вырвал у нее из рук инкассаторскую сумку, после чего все трое покинули магазин. В сумке было 1498 рублей. Как фантомосы добрались до дома тем вечером, следствие так и не установило. Во всяком случае, информации о захвате машин не было. В показаниях бандиты говорили, что доехали на общественном транспорте, но в это верится с трудом, потому что уже через полчаса после налета все были дома у братьев Толстопятовых. Тем же вечером фантомосы провели разбор и признали все свои действия правильными. Невидимое для закона. Несколько тяжких преступлений против государственной собственности, совершенные в Ростове-на-Дону всего за три месяца, не могли не привлечь внимание милиции. Они, ко всему прочему, здорово портили милицейскую статистику. Но каждое преступление расследовалось отдельно. Соединять все три дела в одно производство в УВД не стали. Участники банды фантомосов. Изображение – музей ГУМВД России Паро. Но работа велась очень серьезная. По каждому нападению отрабатывали сотни людей. Свидетелей допрашивали по пять-шесть раз. Подозреваемых было порядка шестидесяти. Несколько человек даже задерживали. Троих арестовали, но меньше, чем через неделю отпустили за непричастностью. Ранее судимые Толстопятов, который к тому же руководил секцией спортивной стрельбы, и Самосюк в поле зрения милиции не попали. Хотя именно в то время Сергей Самосюк проходил обвиняемым и даже подсудимым по делу о хулиганстве и регулярно посещал милицию. Позже он признается, что даже рассматривал ориентировки на собственный розыск, но никто из милиционеров не обратил внимания на схожесть примет. Уже потом, пять лет спустя, в делах о нападениях в Ростове-на-Дону найдут общие черты, которые могли бы позволить выйти на фантом ассофф раньше. Но в 1968 году политическая воля не рисоват в статистику банду, нападавшую на государственные учреждения, победила другие доводы. Продолжение следует. Редакция ленты.ру выражает благодарность председателю Ростовского областного суда Елене Анатольевне Золотарева и сотрудникам аппарата суда за помощь в подготовке материала. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес crimeatlantico.ru Игорь Надеждин